Почти полтора десятка новых мобильных ФАПов поставят в районы Новосибирской области в ближайшее время. Это один из способов сделать здравоохранение доступным для селян. А для проведения консультаций узких специалистов и более масштабных исследований в регионе создают сеть современных поликлиник. С работой одного из таких учреждений сегодня познакомился губернатор Андрей Травников. Тему продолжит Дмитрий Белькевич. Когда такое было, что в обычной сельской районной поликлинике за один день можно было пройти все необходимые исследования и консультации специалистов. А в Криводановской сельской больнице теперь это сделать можно. Например, пройти все исследования, связанные с анализом крови, а также флюорографию и консультации узких специалистов. Чтобы раньше сделать флюорографию, сюда приезжал мобильный флюорограф, а теперь вся аппаратура находится в хороших, нормальных, человеческих, стационарных условиях. Условия эти обошлись к бюджету в 410 миллионов рублей. Львиная доля пришлась на федеральную казну в больше 100 миллионов из бюджета области. На эти средства вновь отстроенные медицинские учреждения оснастили всем необходимым, чтобы 23 тысячи человек прикрепленного населения, в том числе 5 тысяч детей, получали своевременную и качественную медицинскую помощь. У нас здесь есть достойное рентген-отделение, представленное флюорографом, маммографом, рентгеном. Раньше жителям приходилось для этой диагностики ездить в НКЦРБ на воскнил, то есть расстояние, понимаете, удаленность. Также имеется эндоскопическое отделение. Есть узкие специалисты, дневной стационар, возможность госпитализации в планах оказания медицинских услуг, которые даже в областном центре не везде можно получить. Речь о велорогометрии, методе диагностики коронарной недостаточности. Запуск новых исследований зависит от укомплектованности кадрами. К счастью, дефицита в медперсонале нет. Работает программа «Земский доктор». Врач функциональной диагностики, в простонародье УЗИСТ Анастасия Гречанникова, вот уже 7 лет работает в селе. Участвуя в программе, получила жилье. Осталось. И теперь трудится в новой поликлинике. Во-первых, это большие просторные помещения, где я могу принять пациента, и пациенту было бы удобно и раздеться, приготовиться к исследованию. Эта аппаратура совсем другая, она экспертного класса, она намного позволяет исследовать на ней, да, и много органов, и систем, и здесь много всяких возможностей в плане того, что и доплер есть, и 3D-изображение. Ввод новой поликлиники позволит усилить работу первичного звена здравоохранения по выявлению заболеваний на ранней стадии. Самое главное, что с вводом таких медицинских учреждений мы расширяем доступность по узким специалистам. Если раньше врачебная амбулатория, которая здесь работала, в основном это участковая служба была, а все узкие специалисты это Коснообск, то сейчас практически все, что необходимо, можно сделать здесь. На этом областные власти останавливаться не собираются. Впереди еще целый ряд амбициозных строек, которыми, к слову, минувшая пятилетка в регионе оказалась богатым. В 2018-2017 год, где мы находились, фактически ни одной поликлиники не строилось. Только приступали к программе строительства ФАПов. Сегодня объем строительства первичного звена такой. Нам повезло, нам досталась статистика советского периода. Могу напомнить, что в самый лучший советский период развития Новосибирской области те мощности, которые мы сегодня строим, это 10 с лишним тысяч посещений в сутки, создавались за десятилетия. Сейчас темпы намного более активные, но и это не все. Реформа первичного звена здравоохранения в регионе предусматривает поставку в районные области мобильных ФАПов. Вскоре лечить новосибирцев отправится 13 специализированных машин. Дмитрий Белькевич, Евгений Павлов, Новость ОТС. Евгений Павлов, Новость ОТС.